Итак, подведем итоги. Отель Тиахайц Макади. Расположен, да, удачно. Море хорошее, песок, везде можно зайти по песку, есть кораллы, есть камни под водой, ну и можно в песке. Рыб очень много даже возле берега, недалеко. Если прикормить, то вообще дети будут в восторге. Думаю, не только дети. Территория, ну, в принципе, ухоженная. Мало отдыхающих, ну, это может быть при нас, конечно. Может быть, из-за того, что люди говорят, мы с ними разговаривали, строят рядом Риксос, и потому Риксос заберет половину территории, это Тиахайц отеля. И они из-за этого, может, сокращают количество отдыхающих. Еда, еда, ну, что я вам хочу сказать, оставлять желать лучшего. Изобилия нету, количество еды. Я бы не сказал, что много. Качество еды не очень. Ну, что-то есть можно выбрать, скажем так. И то не всегда. На завтрак практически ничего не ешь. По номеру, ну, что я вам хочу сказать. Мы заехали примерно в 10 часов вечера. Нас покормили. А мы заселились. Смотрим, номер грязный. Номер реально грязный. Мы пошли поменяли. Заходим в другой номер, а там просто воняет. Воняет. Такое ощущение, будто, как вам сказать, резина горела или что-то. Может, кондиционер, не знаю. Пришли опять на ресепшн. Говорят, больше нету номеров. Кстати, VIP какой-то домик. Так. Сказали, нету номеров. Ну, мы решили остаться. Сказали, приходите завтра после часу. Мы решили переночевать. Переночевали, поменяли. Нам вполне нормальный номер. Далее. Но тоже убирают. Полы, может, протрут иногда. Гели и шампуни не ложат. Полотенца не меняют. Складывают только, сворачивают. Постели заправляют. Ну, воду не всегда приносят. Так что вот такие вот пряники. И причем это не только нам. Друзьям тоже. И мы слышали в других номерах тоже. А так, я вам скажу, что... В принципе, если едешь на море, то морем будешь доволен. Но не больше. Я вышел на соседний отель. Но я пойду на пирс. Просто буду рассказывать. Охранник сидит. Ну, ничего не сказал. Видим, много людей. Можно окупаться, ходить по пляжу. Но не занимают лежаки соседнего отеля. По территории. Территория зеленая. Нормально ухоженная. Поливая что-то делает, что-то... Постоянно ухаживает за территорией. Вай-фай отвратительный. Даже в вайбере бывает, не грузится ничего. То есть даже сообщение не отправляется. И вот, меня самое больше всего убило. Это то, что это пятерка. И в ней пластиковые стаканчики. Везде пластиковые стаканчики. Да, есть такие, как пластиковые. Ну, пластмассовые, не пластиковые. Но, блин, как вот это... Пластиковые стаканчики везде. В любом баре. На любом, как говорится, в ресторане. Не важно. Единственное, что да. Когда в ресторане ты заходишь. Или китайской кухней, или итальянской. Тогда да. Тогда уже бокалы дают. Вот, кстати. Рыбка какая-то. Или что это? Плавает непонятно. Рыб много. Насчет экскурсий. Если вам скажут, что в Каир ехать 4-5 часов. Брехня 6 часов. Обратно за 5 приехали. Там, да. Ну, не так интересно. Ну, да, на пирамиды съездили. На свинца посмотрели. И в музей. Мы взяли супер Каир. 175 долларов. Ну, можно было, наверное, и простой Каир. Но больше нам понравилось в Луксоре. В Луксоре сказали, что до Луксора ехать 2 часа. Брехня. До Луксора 2 часа. Но еще по Луксору ехать. То есть, возле Нила вы будете ехать еще 2 с половиной часа. Итого часов 5 приблизительно вы будете ехать до места остановки, где у вас, как говорится, вы переплывете на каное, скажем так. На лодке маленькой. Ну, вот так заказали еще одну прогулку морскую на катере. Рассказали, там будет дайвинг, будет катание на шайбе, катание на банане, там рыбалка. Ну, что я вам хочу сказать. Ну, выехали мы, да, в 7 утра, кажется. Один раз на банане прокатили 2 минуты каждого. Один раз на шайбе, меньше 2 минут. По 3 человека получилось дайвинг. Что такое дайвинг, сказали. Дайвинга нету, есть маски и ласты. Мы проплыли, нас кучка собрали. Проплыли мы с инструктором, не знаю, может метров 50 от катера, от яхты. И мы, получается, там чуть-чуть, может пару минут по, как сказать, возле кораллов, возле рифов там поплавали. И назад вернулись. Потом рыбалка. Рыбалка на леску с крючком. Никаких удочек, ничего. Да, прикорм есть, там рис, еще что-то они давали. Ну, я не рыбак. И я еще раз с инструктором сказал, можно поплавать. И он сказал, поплыли. И мы еще один круг сделали. Да, рыб много, но нужно прикормливать, чтобы было видно. На батискафе, в батискафе тоже около пяти минут. И я бы не сказал, что там сильно много рыб. Вот, кстати, в конце пирса были яхты. А сейчас вот там вот риф пришло немного. Кораллы. И здесь много. Если у кого-то маски хорошие, те будут нырят, даже не далеко от берега. И смотрите, очень много ежей морских. Так вот, на батискафе недолго мы проплавали. Да, там, как говорится, более-менее было нормально. В плане рыбки были, но не скажу, что изобилие. Здесь мы видели даже больше по размеру и больше разновидностей рыб. Нас также в бухту дельфинов, типа, отвезли. Ну, в Свистели никаких, естественно, дельфинов не было. Ну, привезли. Примерно в то же время, как и обещали. В отель. Ну, больше всего, конечно, в Луксоре понравилось. Там и ресторан был. Обед у нас хороший, разновидностей много. Больше, чем в Каире. И, как бы, тенька больше в самом Луксоре. Где статуи, где колонны эти. Гид красиво рассказал, да, не спорю. А так, за экскурсию... А, была еще у нас одна обзорная экскурсия за 6 долларов человека. Ну, это так, знаете, по Хургаде. Отвезли по причалу мы прогулялись. А потом наподобие такой песчаный, как вам сказать, слепок делали. Ну, люди делают, типа, железного человека, там, ну, такое. Вы увидели в видео. И еще мы нас отвезли по магазинам Нефертити. Вот это вот, куда нас отвозили. Ну, вот, Нефертити цены, конечно, капец. Так что мы скупились в другом месте. Рядом, конечно, с остановкой, там есть аптека. И там все намного дешевле, чем в самом Нефертити. В принципе, что я могу сказать. по отелю обслуживание, ну, в общем, обслуживание, да, в ресторанах пять, в самих номерах тройка с натяжкой. По самой территории пять, хорошее расположение, хорошее, вообще, ну, именно очень удачно расположен отель. И причем отель большой, не маленький. По персоналу, ну, кто-то улыбается, кто-то нет. Кто-то не знает английского, не русского, какой-то, может, другой язык. Анимация, ну, оставляет желать лучшего. Она везде, в Египте, я от кого не слышу, ну, полная лажа. Ну, это любителя. Пришли полчаса, послушали, посмотрели, встали и клап, 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 клап. А вот, видим, плавает с масками возле кораллов, возле дурней. Здесь рыб много. Ну, в принципе, отель, что я вам хочу сказать. Стоит съездить, но экскурсии, если вы не хотите. куда-то по 5 часов ездить, лучше не берите. Обзор не можете взять, 6 долларов шляпок и все. А так, не стоит доехать. Здесь море, здесь отдыхайте, наслаждайтесь самим морем, изобилием рыб и, возможно, у вас будет кухня получше, чем у нас. Потому что у нас кухня, конечно, с утра можно взять одну яичницу, круассаны, какие-нибудь булочки, а все остальное мясо там и так далее это есть невозможно. с утра омлеты, как будто, я не знаю, не со вчера, они месяц назад приготовлены и по вкусу, и по всему они очень неохтивны. на этом все. Хочу сказать, что там строится Rixos, получается, что дальше еще есть магазинчики. Мы спрашивали, но дороже они, на порядок дороже, даже, чем в отеле, что я вам показал после ресепшена на лобби. так что, так что, что просмотрели, подписывайтесь, ставьте лайк, ну, если не понравилось, ставьте дизлайк, все равно, спасибо, всем пока.